Такой лидер, как Мария Шарапова, безусловно, оказывал бы давление на соперника. Но замена игрока не повлияет на игру, заявила капитан сборной Анастасия Мыскина. Ведь состав команды более чем сильный. Я уверена, что никакого неинтереса к нашему матчу не будет, независимо ни от чего. Потому что у нас великолепная команда. И те имена, которые здесь присутствуют, мне кажется, очень значимы и весомы в теннисном мире. Потому что девчонки многие выигрывали турниры Большого шлема и участвовали в финалах и выигрывали турниры очень крупные. Поэтому мне кажется, что они очень хорошие. Ответственность новый игрок Вера Звонарева, конечно, чувствует. Теннисистка несколько лет не играла в составе сборной. Почти три года восстанавливалась после травмы. Но теперь четырехкратная победительница турниров Большого шлема готова побороться с серьезными соперницами. Мое участие в нынешнем Кубке Федерации будет достаточно эмоциональным. Потому что все-таки прошло несколько лет. И я все-таки, можно сказать, только набираю форму. И я рада, что я здесь в сборной постараюсь помочь команде всем, чем могу. У нас очень хорошая и сильная команда. И надеюсь, все получится. Что касается немецких теннисисток, то замена российского игрока у них вызвала удивление. Но игра от этого легче не будет, уверена капитан сборной Германии Барбара Ритнер. Да, эта новость была для нас небольшим сюрпризом. Жаль, конечно, что такая сильная теннисистка не участвует в Кубке. Но я считаю, что нам играть легче не будет. Ведь с нами сразятся ведущие ракетки. И они готовы сражаться до последнего. Сегодня уже прошли первые тренировки. Теннисистки остались довольны качеством покрытия и самим объектом. Напомню, полуфинальный матч Кубка Федерации чемпионата мира по теннису среди женских команд пройдет с 18 по 19 апреля в Адлер-арене. В продаже еще есть билеты. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.